Привет, друзья! С пятницей вас! Что-то нас с Юрой работой завалили, мы аж пару дней в эфир не выходили. Но сейчас не могу, ребята, у меня слезы текут. Саша Руденко, друг наш, брат, спасибо тебе за рассказ. Сейчас будет от Саши рассказ. Это нечто. Сука, вы меня простите за мой французский, я и ржал, я не мог. Это просто шедевр. Я не знаю. Это, короче, пятничные анекдоты у нас. И сейчас будет рассказ от Саши Руденко. Поехали! История эта произошла еще во времена Советской Армии. В одной из областей нашей необъятной Родины находилась войсковая часть. В глухой и тихой местности направленность пехота. Все происходящее произошло на коммуне проверки штаба округа. Вот и представьте себе. Тихая, темная летняя ночь. Вся часть спит крепким богатырским сном. В одной из казарм, как и положено, бодрствует дежурный пороте сержант-старослужащий, которому до дембеля остается совсем чуть-чуть, более месяца. И едовой дневальный, только призванный дух. Молодой стоит на тумбочке, всеми силами борясь со сном, а сержант крепко дремлет в так называемой Ленинской комнате. Сразу замечу, поскольку это сыграет в дальнейшем свою роль, дневальные и дежурные экипировались одним единственным оружием, штык-ножом, за которое отвечали так же строго, как и за другое оружие. И вот, в один прекрасный момент, когда ночь была в самом разгаре, молоденький солдат вдруг понимает, что или его желудок еще не приспособился к солдатской еде, или он поймал какую-то инфекцию, или то и другое вместе взятое. И что? И что если он не предпримет срочных действий, то все содержимое его кишечника стечет ему прямо в сапоге. И с тошным и полным муки шепотом, чтобы не разбудить роту, он вызывает дежурного. Тот также, шепотом матерясь и проклиная всех духов, которые не дают спокойно дослужить ему до дембеля, спрашивает причину, по которой был нарушен его сладкий сон. Молодой быстро, четко и кратко, как учит воинский устав, излагает причину тревоги. Сержант ворча и снова проклиная всех молодых и их нежной маменьки на желудке, отпускает дневального в туалет, а сам встает на пост. Надо заметить, что плоды цивилизации в виде канализации еще не дошли в эту часть, а для справления естественных потребностей имелось отдельно стоящее, причем в самом отдаленном месте, строение под названием туалет, на 10 мест, причем без всяких перегородок. И вот, молодой с завидной скоростью, преодолев расстояние от казармы до санстроения, на ходу расстегивая всю амуницию, примастился над одним из ближайших лунок, ко входу и блаженно расслабился. И тут, в самый апогей этого действия, штык-нож, выданный для защиты Родины, соскальзывая с ремня, и с глухим и издевательским бульком падает в лунку. Когда солдат понимает, что случилось, силы позывов ее пятой точки усиливаются троекратно. В его голове проносятся сцены, как его будут судить за потерю боевого оружия, но еще хуже, что с ним сделает сержант Дембель. Собрав остатки своей воли, весь потный от страха, он придется в казарму и рассказывает все сержанту. Когда сержант понимает, что его на кракалыщ тоже не меньше этого насадят, а может и больше, и что его Дембель отодвинется в самый конец очереди, позывы в животе начинаются уже у него. Но русский солдат, как говорится, непобедим и найдет выход из любой ситуации. Недолго подумав, сержант находит, как ему кажется, единственное и на данный момент верное решение. Он одевает молодого в костюм АЗК общевосковой защитный комплект, предназначенный для защиты архимического оружия, в противогаз и отправляет его назад. Иди ныряй, ищи и без ножа не возвращайся. Молодой, недолго думая, да и выхода другого нет, приступил к выполнению приказа. Но вот невезуха. Как говорится, закон подлости в ту самую ночь навис над частью роковым облаком. В это самое время дежурного по части майора советской армии скрутило, как и молодого солдата. Он отправляется в вышеуказанное заведение и с умиротворенным видом пристраивается над дыркой в дальнем углу. А теперь представьте себе реакцию майора, когда на другом краю туалета ночью, в темноте из очка, вдруг вылезает нечто в противогазе, весь в говне и с кинжалом в руке. Как потом рассказывал помощник дежурного по части, майор вылетел из строения, при этом напрочь забыв, что он там делал. Но не забыв достать Макаров и с криками диверсанты начал отстреливаться. Причем процесс, из-за которого майор был вынужден посетить строение, не прекращался. Майор бежал в дежурку с дикими глазами, одной рукой придерживая незастегнутые штаны, которые полностью пропитались страхом от встречи с диверсантом. В это время, как назло, командир части решил наведаться с проверкой. И вот, находясь в дежурке на КПП, командир части спрашивает, слушает доклад помощника дежурного по части. В этот момент в дежурку с дикими глазами, весь в говне, одной рукой придерживая штаны, другой размахивая, Макаром вылетает майор. От него несло говном за версту. И он истошно орал, что-то, что то ли про диверсантов, то ли про нечистую силу. В итоге часть была поднята по тревоге. После разбирательств обоим солдатам влупили 15 суток в гоупут вахты, а майора отправили в психбольницу. Ой, ребят, я не могу. Я ржал. Все, дорогие мои, здоровья и процветания. Хороших выходных. Пока.